Сегодня на сцене театра оперы и балета открылся фестиваль Сыктывкарса Тулус. Для нашей республики это главное событие в мире классического искусства. Стартовал фестиваль по традиции с премьеры. Зрители увидели балет Адана Жизель в постановке украинского мастера Алексея Буракова. Евгений Юршов остался под впечатлением уже на генеральном прогоне балета. Балет Жизель вполне привычный для сыктывкарских подмостков. В афише театра постановка отсутствовала всего два сезона. Впрочем, нынешний показ все же премьера, ведь у спектакля новый постановщик. Алексей Бураков из Украины учел главную особенность нашей труппы – ее малочисленность. Но это не помешало несколько изменить привычную трактовку балета. По признанию приезжего мастера задумка стала возможна благодаря артистам балета. Они одержимы своей профессией. И это все в нашей профессии, в искусстве. Вот эта вот одержимость, потрясающее трудолюбие, старательность, дисциплина, преданность своей профессии – вот это для меня, конечно, самое главное. В главной мужской роли Альберта – звезда столичной сцены Роман Миронов. Артист признался, перед премьерой волнуется жутко, и это придает дополнительных сил. Кстати, постановщик Жизели Алексей Бураков в прошлом тоже танцевал эту партию. Так что молодому Роману такое сотрудничество пошло на пользу. Он сам танцевал в партии этой Альберта, и у него есть какие-то такие нюансы, мелочи, которым, возможно, зрителям это, ну, как бы, неважно. Они создают, в общем, такой целостный спектакль, целостность. Вот, и это очень полезно, потому что можно вот какие-то именно взять-взять такие вот нюансы, игровые моменты, эмоциональные, ну, и, естественно, там, технические. И без этого тоже никуда не деться. Наталья Супрун и в прежней постановке танцевала главную партию Жизели. Но теперь, говорит Прима, она глубже прочувствовала роль. В каждой постановке свои сложности, да, и в то же время, чем сложнее, тем, наверное, интереснее, потому что преодолевание любой сложности, это такой спортивный интерес, чтобы это преодолеть. Вот, поэтому каждый спектакль, он через себя пропускается, поэтому каждый спектакль, он самый любимый. Михаил Герцман в новой постановке отметил и сценографию, и яркие цветовые решения, а также работы труппы и оркестра. В общем, премьера вполне соответствует уровню Сыктывкарса Тулыз. Достаточно разнообразная, ну, гамма, что ли, вот, переживание, которое предстоит зрителям. Это все-таки вот и балет, и опера. Очень многого жду от травиаты, потому что знаю этого режиссера как большого придумщика, выдумщика и талантливого человека. Борис Борисович Лагода. Это человек, который по-своему видит многие произведения. За 22 года фестиваль перетерпел немало изменений. К примеру, количественно уменьшился в днях, зато качественно укрепился основательно. Очень стремительно набирает обороты и набирает какую-то вот, какую-то ауру притяжения не только зрителей, но и исполнителей из других регионов. И как подтверждение моих слов стало предложение участия в нашем фестивале итальянских артистов, вокалистов Елены Бакановой и Жанлука Пазолини, которые будут принимать участие в заключительном концерте фестиваля. Заключительный галоконцерт, кстати, вообще обещает стать феерическим событием. На сыктывкарскую сцену выйдут настоящие звезды мирового классического искусства. Впрочем, ценители советуют не упустить ни одну постановку. Уже в среду в театре будет греметь травиата на языке автора. Евгений Иршов, Елена Красильникова, Дмитрий Ведерников, телеганал Юрган, Сыктывкар.